Всем привет! Меня зовут Алексеев Николай, это Level Design в Unity и мы начинаем! Сегодняшний наш урок будет посвящен детализации игровых сцен. Урок очень коротенький, потому что здесь рассказывать особо нечего. Мы просто рассмотрим основные приемы того, что нужно делать с игровой сценой после того, как ее уже полностью оттестировали. После нашего прошлого урока я смоделировал то помещение, которое мы сделали в Unity в программке Maya, по размерам, которые у нас получились, для того, чтобы было наиболее безболезненно работать с ней после экспорта обратно в Unity. Сделал несколько простеньких материалов, самых основных, таких как бетонный пол, кирпичные стены, металлические поверхности и так далее. И все это загрузил в Unity, и теперь мы будем с этим работать. Импортировал я модель таким образом, чтобы ее размер сразу же был сопоставим с размером нашей тестовой игровой сцены. Поэтому, как только я ее размещаю на сцене и обнуляю ее координаты, ее начало встает ровно четко в то же самое место, где у нас была первая наша стартовая комната. И дальше, собственно, что нам нужно сделать? Все, что нам нужно сделать, это удалить все ненужные кубы, вот эти клетчатые, которыми мы работали в прошлом уроке, и заменить их уже настоящими стенами. Я моделировал помещение не полностью, а так называемыми модулями. То есть у меня есть одно помещение, один коридор, одна лестница, и я подразумеваю, что я эти помещения или лестницы могу дублировать. Если же я понимаю, что помещение индивидуальное, и его нельзя будет сделать из других, то я его моделирую уже как полноценное. Но все-таки некоторые элементы, такие как, например, простые прямые лестницы, их можно дублировать сколько угодно раз, поэтому я смоделировал ее всего однажды. И на сцене, просто на игровой, буду дублировать объект игровой лестницы и заменять его. Видео на фоне у нас идет в ускоренном режиме, потому что показывать там совершенно нечего. Это просто удаление кубов и вставка на их место уже окончательных моделей. После того, как мы сформируем наше помещение, его надо будет немножко украсить. Для этого у меня также смоделировано несколько буквально простеньких моделек, таких как двери, светильники, какие-то трубы, металлорукава и так далее, что мы разместим внутри наших игровых помещений и таким образом получим большую детализацию. Как я говорил в уроке, посвященном левел-дизайну в курсе игрового сеттинга, одним из основных моментов красивой и реалистичной сцены является большое количество деталей. Поэтому нужно как можно больше внимания уделять на этапе детализации именно тому, чтобы у вас было как можно больше мелких и, на первый взгляд, незначительных вещей на сцене, таких как камушки какие-то, какие-то сколы на стенах, к примеру. В моем случае это будут водопроводные канализационные трубы и провода в металлической броне. Эти детали можно создавать с помощью отдельных моделей, можно с помощью деколей. Если кто-то не в курсе, то детализация с помощью деколей – это метод, когда вы наносите поверх основной текстуры изображение, более сильно детализирующее эту текстуру и таким образом создающее определенный уровень индивидуализации конкретного места. Как пример, можно рассмотреть бетонную стену, на конкретное место которой вы можете разместить граффити. И для этого вам не придется перерисовывать полностью всю текстуру вашей стены, вы просто размещаете поверх стены прозрачную плоскость и на нее наносите текстуру, опять-таки, с прозрачным фоном вашего граффити. Игроку будет казаться, что это граффити нанесено непосредственно на стену. Вы же будете знать о том, что это не так. Это и есть, собственно, техника деколей. Более подробно про это можно узнать из моего же урока, ссылка на который будет в описании. Как вы могли заметить, я сейчас сразу же на сцене располагаю источники освещения в виде настенных ламп. Однако вопрос именно освещения мы будем рассматривать в отдельном совершенно уроке и вернемся к нему поподробнее. То есть сейчас на этапе конкретной детализации вы можете этого не делать и оставить только технические источники света, то есть просто повесить где-нибудь по периметру всего уровня point light и просто чтобы видеть, куда идти. И далее не зацикливать на этом внимание. Если вдруг у вас с освещением возникнут какие-то проблемы на этапе детализации, то отложите этот вопрос, он на данный момент пока не особо чтобы важен. В процессе детализации вашей игровой сцены вы можете заметить, что в ваших моделях есть какие-то ошибки. Это могут быть либо артефакты геометрии, либо ошибки наложения текстур. Это может произойти из-за несогласованности действий моделлеров или из-за невнимательности человека, который это делал. Либо из-за того, что модели, допустим, были сделаны в разное время или взяты из разных комплектов и наборов, а вам нужно сделать так, чтобы они друг с другом наиболее гармонично смотрелись. В таких случаях можно обманывать опять-таки зрение игрока, помещая на место ошибки какой-либо предмет. К примеру, у меня, вы можете заметить, что вот в коридоре есть два участка стены, на которых величина размера кирпича разная. Это возникает из-за того, что во время создания UV-развертки я сделал разные масштабы именно развертки UV-координат. И текстура наложилась разным образом, так как наложен один и тот же материал. Для того, чтобы этот перепад был не так сильно заметен, прямо на месте шва этих текстур я располагаю трубу, которая сама собой будет закрывать именно шов и, в принципе, отвлекать на себя внимание. Таким образом, игрок не заметит этого перепада настолько явно. Естественно, любой внимательный человек, если приглядится, это увидит. Однако вы сможете таким образом отвести взгляд в нужную вам сторону. Еще одной хитростью во время детализации игровых сцен является то, что вы можете использовать модели, которые изначально были предназначены для других целей, в своих. К примеру, у меня по плану помещения было, что в одном из коридоров будет завал, который не даст игроку пройти дальше, поэтому ему придется идти в обход. Этот завал был сделан конкретной моделью, специально для этого места смоделирован. Однако, пока я занимался именно проработкой детализации данной сцены, я пришел к выводу, что его можно использовать и в других местах. Все достаточно просто. Вы можете его дублировать сколько угодно раз и просто менять ему масштаб. Где-то, возможно, менять пропорции сторон. Где-то дублировать его в одном и том же месте, слегка раздвигая, создавая новую геометрию того же самого объекта. И игрок не заметит, что это на самом деле сделано одной и той же моделью. Он не будет даже задуматься над этим. Он увидит, что в углу лежит кучка мусора. Он и будет думать, что это кучка мусора. Он не подумает, что это на самом деле взяли тот гигантский завал и просто уменьшили его в размерах. Также в процессе детализации вы должны уделять очень много внимания реалистичности того, что вы делаете. Ровно так же, как вы это делали на этапе прототипирования. В частности, если в одном из помещений я делаю канализационный стояк, который стоит в углу. И я знаю, что ровно над этим помещением есть еще одно. Понятным должно быть то, что и в помещении сверху стояк должен быть и точно так же должен стоять на этом же самом месте. Потому что это один и тот же стояк, который просто проходит сквозь полпотолок. Если же вы его сделаете только на одном из этажей, опять-таки это добавит фальши в вашей игровой сцене. Ровно то же самое касается просто водопроводных труб, проводов и прочих элементов, которые могут проходить сквозь стены или должны именно располагаться в нескольких помещениях и быть связаны между собой. Иногда в некоторых играх, таких как хорроры или квесты, частенько с помощью тех же проводов или труб игрока ведут по игровым сценам. То есть они являются не просто украшением сцен, а являются частью геймплея и помогают, подсказывают в свою очередь, куда игроку нужно идти. После этапа детализации также частенько идет снова этап тестирования, но уже не функционально, а именно в визуальной части. Если вы работаете не один в команде и над вами есть еще и геймдизайнер, то скорее всего он может посмотреть на вашу работу и сказать, что вот здесь чего-то не хватает, здесь стоит доработать или наоборот что-то убрать. Если же вы работаете один или у вас там маленькая команда и каждый занимается своим делом, то вам самому обязательно после того, как вы уже провели полностью работу по детализации, нужно отдохнуть, заняться другим делом, чтобы глаза забыли то, что вы делаете. И через какое-то время прийти и просто побегать по вашей игровой сцене и посмотреть по сторонам. Таким образом вы можете на свежую голову, свежим взглядом заметить те вещи, которые не заметили в процессе работы и что-то еще доработать, чтобы стало еще лучше. Давайте рассмотрим на то, что у нас получилось. Я доделал игровую сцену не полностью, осталось еще несколько помещений, однако уже в общих чертах должно быть понятно, какой результат был и какой результат получился. На итоговом видео, которое сейчас идет на фоне, вы можете заметить, что присутствует буквально парочка пост-эффектов. Я их наложил просто для красоты картинки, однако о них мы поговорим отдельно, потому что это очень большая и важная тема. И теоретически в конце именно этапа детализации никаких пост-эффектов, естественно, быть еще не должно. Собственно, на этом на сегодня все. Материала действительно было очень мало, но я надеюсь, что донес всю основную информацию. Если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Не понравилось, ставьте пальцы вниз. Я надеюсь, что вы напишите в комментариях, что именно вам не понравилось. И также делитесь с этим видео с друзьями. Возможно, кому-то оно понравится так же, как и вам. Всем большое спасибо и увидимся в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok